Всем привет, дорогие друзья! С вами я, ваш психолог Эльвира Емельянчикова. И сегодня я хочу продолжить мой рассказ о женских социальных типажах и познакомить вас с таким типажом, как женщина-бизнес-леди. Это очень часто встречающийся сейчас типаж и очень быстро развивающийся. Среди наших знакомых наверняка очень много женщин-бизнес-леди. И это сейчас не ново. Очень многие стремятся развивать свой бизнес, развиваться в социуме. И так нас направляет сегодняшняя реальность. Наши роли уже практически мужские и женские уравнялись. И женщины наряду с мужчинами с той же силой стараются развиваться и быть лучше, быть первыми, быть успешными в социуме. У женщин, которые стремятся к бизнесу, есть огромное количество плюсов. Но в первую очередь это женщины-достигаторы, которые ставят цели и идут к ним, несмотря ни на что и вопреки всему. Они ставят цели и достигают их. Такие женщины обладают лидерскими качествами и, как правило, могут вести за собой людей, как женщин, так и мужчин. И несмотря на свой слабый пул, в бизнесе, как правило, они сильны и очень многого достигают и добиваются. Они преуспевающие. Либо они стремятся к прогрессу и к развитию. Так получается, что такие женщины вырастают, особенно в тех семьях, где у них был слабый отец, либо он попросту отсутствовал. И поэтому девочка решила еще в детстве, что она будет сильна, что она сама может себя обеспечить, сама может себя ощутить. И берет такое направление в жизни, где она преуспевающая леди. Потому что рассчитывать ей можно только на себя, потому что миру она не доверяет и она не доверяет миру мужчин. И поэтому у нее вроде бы все получается в бизнесе, но есть небольшой минус, который преследует ее порой всю жизнь. Такие женщины неоднократно могут выходить замуж, менять своих партнеров и никак не находить их. Они могут потратить всю свою жизнь на поиски того самого, самого лучшего, самого достойного и так и не найти его. По моим наблюдениям, любая женщина может быть счастлива. Главное, что она осознает ту роль, в которой она сейчас живет. И она должна осознавать антипод этой роли, которая к ней притянется. И что касается дома, либо квартиры, где живет бизнес-ледия, имейте в виду, что это место, это помещение не является главным в ее жизни. Ее все устремления, ее все направления – это социум, это бизнес, это битва, где она хочет выиграть, где она хочет быть первой. Приходя в дом, да, она, конечно, хочет расслабиться. И если даже что-то она не приготовила, где-то не убрала, это не будет ее беспокоить. Но тогда у вас есть помощники, те люди, которые могут вам помогать профессионально, либо ваши домашние, либо даже ваш муж, который соглашается на эту роль. Своему счастью я знаю счастливые пары, которые разделяют свои обязанности, и где каждый доволен своей ролью. Ну, например, женщина-бизнес-воман, у нее прекрасный бутик, магазин, и она там руководитель, она развивает свой бизнес, развивает своих людей, у нее все процветает, все замечательно. А ее муж, он ее шофер, он приносит какие-то вещи, он ее возит, и он ее при этом боготворит. Она не стремится, не доказывает и не ждет, когда к ней подойдет такой же директор какого-то второго бутика. Она смирилась со своей судьбой, и она воспринимает своего мужа с любовью и благодарностью. А он, в свою очередь, отвечает ей взаимностью. Это и есть гармония, это и есть счастливая, идеальная пара. Многие женщины, когда приходят на консультацию, сразу заявляют, я хочу, чтобы у меня был сильный мужчина. Я требую, я хочу, найдите мне, сделайте так, чтобы я его встретила. Но, как же так? Так, тут ведь ответ очевиден. Станьте слабее, и к вам притянется тот, кто сильнее. Мужчина сильный, он не притянется к сильной женщине. Правильно. А к какой он притянется? Ну, конечно же, к слабой. Так нас создала природа, и эта гармония все находится в равновесии. Слабый нуждается в сильном. Сильный нуждается в слабом. Или взрослый, ответственный, властный нуждается в подчиненном, в младшем, возможно, или в том, кто будет слушаться. Мы с вами живем в такое счастливое время, когда у нас есть все возможности развиваться в любом направлении, как бы мы ни хотели, куда бы мы ни стремились, куда бы ни направлен был фокус нашего внимания, там и будет наше развитие. Поэтому выбирайте сами, какая роль подходит больше для вас. Естественно, вы незаметно для себя будете транслировать, либо идти по родительскому сценарию. Но если все-таки вы хотите этот сценарий обмануть, так сказать, поменять направление, то это можно сделать только вашим желанием, только при помощи вашего намерения и, конечно же, глубокой проработки с психологом. С удовольствием помогу каждой из вас. Приходите на мои консультации. Буду ждать вас. И в описании к этому видео я даю ссылку на мое предыдущее видео о том, что же из себя представляет социальный типаж «Женщина-хозяйка». Благодарю всех, кто смотрел это видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, на какие темы вы хотели бы увидеть в видео на нашем канале. Я с удовольствием буду снимать для вас. Ну а с вами была я, ваш психолог Эльвира Емельянчикова. До новых встреч, друзья. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok